Президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев заслушал отчеты министра высшего и среднеспециального образования, директора Центра среднеспециального профессионального образования, министра народного образования и их заместителей. Цель – ближе познакомиться с проводимой подготовительной работой к новому учебному году, с ходом интеграции между тремя ступенями образования, внедрения системы 11-летнего среднего образования. В ходе диалога также подняты вопросы эффективности реализации коренных реформ в системе среднеспециального профессионального образования, деятельности вновь открытых вузов и их филиалов. В ходе беседы был рассмотрен ход реализации задач, обозначенных на видеоселекторном совещании, состоявшемся под председательством президента 2 августа этого года, посвященном вопросам кардинального реформирования среднего среднеспециального профессионального образования. Детально обсудили состояние дел по организации обучения в 10-11 классах общеобразовательных школ. Реформы, запущенные по итогам анализа обращений, виртуальную и народные приемные президента со стороны граждан, представителей широкой общественности, родителей, учащейся молодежи. Прозвучало, с переходом на 11-летнее образование многие проблемы решатся сами собой. Это президент предвидел заранее. По поручению руководителя страны, напомним, в связи с организацией 11-летней системы образования с целью качественной и полной подготовки общеобразовательных учреждений до 25 августа была объявлена 25-дневка. В соответствии с задачами, определенными Шавкатом Мерзиёевым, 2 августа учащиеся 9-х классов по собственному желанию могут продолжить учебу в 10-м классе или в среднеспециальном профессиональном учреждении. Детально говорилось и о подготовке к предстоящему учебному году. Так, с 10 августа по 10 сентября для создания удобств для людей на территории 927 школ, 205 колледжей, 193 базаров организовано 1325 школьных ярмарок. А в предгорной труднодоступной местности оказывают услуги 98 передвижных автомагазинов. 650 тысячам первоклассников подготовлены президентские подарки, состоящие из сумок с 12 принадлежностями. Они доставлены на места. Новый учебный год прозвучало начнется с урока независимости. В торжественной обстановке во всех школах с участием ветеранов, известных деятелей искусства и науки, спортсменов, первоклассникам вручат подарки президента. Отмечалось, что в настоящее время Министерством высшего и среднего специального образования и Центром среднего специального профессионального образования ведется работа по открытию и организации деятельности при каждом вузе по одному академическому лицею. Задача целевая подготовка талантливых юношей и девушек к обучению в вузах. Целый ряд средне-специальных профессиональных учреждений, в соответствии с принятыми за последние 6 месяцев постановлениями, закреплены за отраслевыми министерствами и государственными комитетами. Кроме того, в ходе оптимизации организационной структуры системы средне-специального профессионального образования, 185 колледжей и академических лицеев будут переданы Союзы молодежи Узбекистана. В ходе встречи президент подчеркнул, что руководители ответственных структур должны взять за основу следующие критерии – учитывать желания юношей и девушек, а не обязывать принуждать их к выборе, не создавать трудности. Детально обсуждались и вузовские реформы. Прозвучало, в стране сегодня действует 60 высших образовательных учреждений и 16 их филиалов. В этом году увеличились квоты приема в них, разработанные механизмы поддержки тех, что живет в отдаленных степных районах. Обозначил президент конкретные задачи перед руководителями ответственных министерств и ведомств по подготовке до 25 августа всех образовательных учреждений страны к учебному году, к осенне-зимнему сезону, по завершению установленные сроки строительства и оснащения объектов сферы, включенных в инвест-программу. Специальный...